Духовой оркестр Духовой музыки – это самый сложный жанр из музыкального искусства. В кадетской школе уже несколько лет мечтают создать тандем духового оркестра и хора, но для этого нужна современная аппаратура. Мы очень хотим петь с оркестром вместе, а они нас глушат, просто глушат, а нам бы хотелось микрофоны, и тогда у нас есть репертуар одинаковый, то есть мы можем петь вместе, у нас произведение Глинки, славься, у нас наш кадетский гимн, хочется, чтобы он вообще звучал прямо мощно, вот, а для этого нам нужны микрофоны. В прошлом году в школе написали проект и отправили его на конкурс грантов фонда Александра Прокопьева. На днях кадетам вручили сертификат на 200 тысяч рублей. Средства пойдут на приобретение музыкального и светового оборудования. Это позволит вывести коллективы на более качественный уровень. Важно, что сегодня кадетская школа стала такой достаточно серьезной площадкой для осуществления патриотических проектов, для осуществления социально значимых проектов. Ну, где-то два года назад мы приезжали сюда вместе с народным артистом Советского Союза Василием Семеновичем Луновым. Остались замечательные яркие впечатления. Яркие эмоции от той встречи с народным артистом Василием Луновым, который в БИЦ приехал по приглашению Александра Прокопьева, остались и у Никиты Литейкина. Прочитав одно из своих коронных произведений, школьник получил приглашение в Московский институт культуры. Сейчас Никита активно готовится к поступлению и совмещает занятия сразу в нескольких коллективах. Я от этого получаю массу удовольствия и путь в жизнь, билет в жизнь. Я хочу поступить в театральное училище, ну и заведение, и продолжать именно этот путь. Активная творческая деятельность в кадетской школе играет очень важную роль в определении дальнейшего пути. Одни поступают в институт культуры, другие служат в вооруженных силах, где продолжают петь и играть на духовых инструментах. Евгений Плохотин, Иван Тяблицкий. БИСК. Специально для наших новостей.